В эфире канал ОТС, программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, смотрите сегодня. Охранник начал его хватать за куртку, вот, за крутки. Принял за воришку и применил силу. В отношении сотрудника магазина, напавшего на подростка, возбудили уголовное дело. Черепанов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог автомобиля прижавшего потерпевшей. Семейные разборки закончились реальным сроком в колонии. Новосибирец выслушал приговор за то, что уничтожил машину своей супруги. Похитили денежные средства школы на общую сумму свыше 900 тысяч рублей. Прикарманили кругленькую сумму. Ушлых сотрудниц школьной бухгалтерии будут судить за крупное мошенничество. В Ленинском районе Новосибирска обнаружили бездыханное тело мужчины. Шокирующие кадры нам прислали очевидцы. На вокзале западном труп лежит. Вон менты стоят, эксперт какой-то. Судя по видео, место происшествия уже осмотрели правоохранители. Но официальных комментариев редакции экстренного вызова получить пока не удалось. К другим темам в отношении охранника пятерочки, который принял ребенка за воришку и применил силу, возбудили уголовное дело. Мужчине грозит ответственность по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Напомню, 13-летний Кирилл оказался на больничной койке после того, как сходил в магазин за газировкой. На время разбирательства агрессивного сотрудника отстранили от работы. Ситуацию взяли на особый контроль в прокуратуре и лично председатель СК России Александр Бастрыкин. Следователи комитета заинтересовались еще одним инцидентом, произошедшим в одном из магазинов того же холдинга. В супермаркете на улице Челюскинцев на покупательницу рухнула стеклянная дверь холодильника. Женщина получила травму ноги. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, назначена проверка. Семейные разборки закончились реальным сроком в колонии. Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор жителю города, который в порыве ревности сжег машину своей супруге. В ноябре прошлого года Денис Черепанов, будучи в нетрезвом виде, под покровом ночи решил отомстить своей второй половине после очередного семейного конфликта. Сам поджог Тойоты Камри запечатлели камеры видеонаблюдения. Поэтому вычислить злоумышленника правоохранителям не составило особого труда. Согласно материалам дела, фигурант облил автомобиль горючей жидкостью и подпалил. После этого восстановлению иномарка уже не подлежала. В итоге непутевому мужу вменили уголовную статью. От предъявленного обвинения он не отпирался. Указанными действиями Черепанова потерпевший Альфирова был причинен значительный материальный ущерб на сумму 561 600 рублей. В судебном состоянии подсудимую вину в совершении данного преступления признал в полном объеме. С одином он раскаялся, принес извинения потерпевшей и также высказал намерение причиненный ущерб впоследствии возместить в полном объеме. И передал в ходе судебного следствия потерпевшей в качестве возмещения частичного ущерба 100 тысяч рублей. Несмотря на столь примерное поведение в ходе процесса, Денису Черепанову не удалось избежать реального наказания. Дело в том, что на момент совершения преступления у него уже был условный срок. Причем первая судимость тоже стала следствием увлечения персонажа спиртными напитками. Тот приговор ему вынесли за систематическое управление автомобилем в состоянии опьянения. Ну а на этот раз Фемида назначила мужчине год и восемь месяцев колонии общего режима. Под стражу осужденного взяли в зале заседаний. Ушлые бухгалтерши, расположенные на Абгэсе школы, предстанут перед судом за мошенничество. Используя служебное положение, обвиняемые похитили почти миллион рублей. В период с ноября 2019 года по август 2020 года, находясь в помещении учебного заведения, расположенного на улице Барьерная в советском районе города Новосибирска, в целях личного обогащения действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием директора учреждения и лиц ее замещающих, похитили денежные средства школы на общую сумму свыше 900 тысяч рублей. На скамье подсудимых окажутся бывший главный бухгалтер 179-й школы и ее подчиненная. Одна из фигурантов не отрицает свою вину и даже возместила 300 тысяч рублей ущерба. Вторая в содеянном признается частично. На ее имущество следователи наложили арест. Добавлю, что на чистую воду махинаторш вывели оперативники по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции номер 10. Уголовное дело рассмотрит советский районный суд Новосибирска. А далее, внимание, розыск. Следователи отдела криминалистики и транспортные полицейские ищут голодного разбойника, который еще в сентябре напал на девочку-подростка на железнодорожной станции. 2 сентября 2021 года неустановленное лицо, находясь на станции «Монолитная» в городе Искитим, совершило нападение на несовершеннолетнюю девушку, угрожая при этом ножом, похитило у нее ювелирные изделия и продукты питания. Злоумышленник среди бела дня отнял у студентки медколледжа золотые сережки и гамбургер, который девушка даже не успела надкусить, а после поспешил ретироваться. На остановочной платформе в этот момент находились еще двое пассажиров. Парни попытались догнать негодяя, но все было тщетно. Задержать налетчика по горячим следам не удалось, и теперь следователи обращаются за помощью к гражданам. Налетчику на вид от 30 до 40 лет. Он высокий, волосы темно-каштановые, кожа смуглая. Подозреваемый был одет в белую футболку, темные брюки и куртку. Всех, кто знает человека на видео или представляет, где можно его найти, просят позвонить по телефону, указанным внизу экрана. И последнее. В Купинском районе Новосибирской области задержали подозреваемого в незаконной охоте. Возбуждено уголовное дело. На трассе инспекторы ГИБДД остановили «Жигули» под управлением местного жителя. В багажнике «шестерки» полицейские обнаружили мешки с мясом неизвестного животного. Водитель признался, что это туши-косули, незаконно добытые им вблизи села Новониколаевка. Охотился нарушитель безразрешительных документов и лицензии. Своими действиями браконьер причинил государству ущерб на 120 тысяч рублей. На время следствия с него взяли подписку о невыезде. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам, мы покажем его в эфире. Адрес электронной почты редакции экстренного вызова 310-2005-собака-от-с-тв.ру Берегите себя и своих родных. В студии работала Мария Никитина. Оставайтесь на нашем канале.